всем привет друзья вот передо мной лямбда зонд датчик кислорода у которого один провод чем отличается лямбда зонд у которого один провод от тех у которых 23 и более проводов да по большому счету ничем у всех лямбда зондов независимо от количества проводов только один сигнальный провод по которому приходит опорное напряжение и передается информация на его если лямбда зонд имеет два провода то это сигнальный провод и дополнительный провод массы если лямбда зонд имеет три провода то это сигнальный провод и провода подогревателя если 4 провода то это сигнальный провод, дополнительная масса и два провода подогрева. Чем отличается лямбдозонд с подогревом и без подогрева? Лямбдозонд начинает работать только после прогрева. Если имеется подогрев, то лямбдозонд быстрее вступает в работу. Если лямбдозонд с одним проводом без нагревателя, то он нагревается при помощи выхлопных газов, которые тоже имеют высокую температуру и после этого начинает выдавать сигнал. На самом деле лямбда без подогрева прогревается довольно-таки быстро. Обычно она находится на выпускном коллекторе, там раскаленные выхлопные газы быстро нагревают ее до нужной температуры. Это занимает не час, не 30 минут, как многие думают, а буквально несколько минут. Самая простая проверка лямбды, для которой не нужен ни мультиметр, ни осциллограф, это просто отключить лямбду. Если двигатель работает нестабильно, самопроизвольно меняет обороты, можно отключить лямбду и проверить, как будет работать двигатель. Если появились изменения, двигатель стал работать ровно, значит виновата лямбда. Если никаких изменений нет, двигатель также плохо работает, значит причина в другом. Если у автомобиля повышенный расход топлива, также отключаем лямбду и сравниваем. Возможно, на автомобилях, у которых 2 лямбды, этот номер не пройдет, но если стоит одна лямбда на выпускном коллекторе, я думаю, на 95 процентов, можно выявить неисправность самой лямбды. Допустим, двигатель плохо работает, работает нестабильно, меняет обороты, вот я отключаю разъем на лямбде, у меня с одним проводом, и завожу машину. Понятно, что у кого-то будет выскакивать ошибка на панели приборов, но суть не в этом. Если двигатель работал нестабильно, подгазовывал, менял обороты и после отключения лямбды он стал работать ровно, значит неисправна лямбда. Если у вас был большой расход топлива и после отключения лямбды он снизился, значит виновата тоже лямбда. Если ЭБУ не получает сигнал от лямбда зонда, допустим он неисправен или отключен, то начинает работать по эталонным параметрам, которые находятся в ЭБУ, то есть по усредненным настройкам. Если лямбда зонд неисправен, то ЭБУ будет пользоваться неправильными показаниями лямбда зонда, топливная смесь может обогащаться или обедняться. Если лямбда зонд будет вообще отключен, то ЭБУ перейдет на эталонные показатели. Суть в том, что лучше совсем отключить лямбда зонд, чем ездить на лямбда зонде, который передает неправильные показания. Я раньше ездил без лямбда зонда, конечно расход увеличивается, но незначительно. Это будет гораздо меньше, чем если ездить на неисправном лямбда зонде, который богатит топливную смесь. Ну что друзья, вот такой простой способ. Именно таким способом я определил неисправность, наверное в трех лямбдах. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!